Далее о главной теме этого дня. На ближайшие пять лет руководить регионом будет действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С большим отрывом он одержал победу на выборах 9 сентября. Сейчас на ваших экранах вы видите результаты голосования по Московской области. Итак, Андрею Воробьеву оказали доверие почти 63% избирателей или 1 миллион 338 тысяч человек. Около 13% голосов набрал кандидат от КПРФ Константин Черемисов. Представитель Альянса Зеленых Лилия Белова на третьем месте. 5% барьер преодолел кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев и чуть больше 4% набрали Игорь Чистюхин от Справедливой России и Борис Надеждин от Партии Роста. Заметим, что эти результаты близки к официальным прогнозам, которые публиковал в ЦИОМ за несколько дней до выборов. А теперь итоги голосования по городскому округу Клин. У действующего губернатора Единоросса Воробьева более 51% голосов. За кандидата от КПРФ проголосовали почти 16% клинских избирателей. Представитель партии Альянс Зеленых набрал около 12% голосов. Далее предпочтения клинчан выглядят следующим образом. Кирилл Жигарев от ЛДПР чуть более 9%. Кандидат от Справедливой России не сумел преодолеть 5% рубеж. Борис Надеждин от Партии Роста на последнем месте. По мнению многочисленных наблюдателей, выборы в городском округе прошли прозрачно, без нарушений. Как только объявили предварительные итоги голосования, а это произошло через два часа после того, как закрылись участки и начался подсчет голосов, Андрей Воробьев начал принимать поздравления в абсолютной победе. И вот как он прокомментировал итоги выборов. Прежде всего хотел бы начать со слов благодарности всех и самых молодых участников этой избирательной кампании и опытных, заслуженных, уважаемых. Уважаемых не только в Московской области, но и далеко за пределами нашей страны. Очень важно, когда для человека в ответственный, сложный период рядом становятся люди, на которых ты можешь положиться. Я очень рассчитываю, что все главы территории, которые тоже активно участвовали, которых я очень хочу поблагодарить со своими командами. Понимаю, что наш удел – это лидерство, наш удел – это прорыв, наш удел – это перемены, которые ждут от нас жители, иначе мы им не нужны. Незначительные корректировки результатов голосования еще возможны, но победа Андрея Воробьева бесспорно. Еще раз напомню, он возглавит регион на ближайшую пятилетку. Но что же другие участники предвыборной гонки? Давайте более внимательно приглядимся к некоторым несостоявшимся губернаторам. Давайте проанализируем итоги голосования в нашем округе. Итак, избирательская активность Клину составила 36,09%. Этот результат соизмерим с областным. Клину и в целом по области с большим перевесом победил Андрей Воробьев, что подтверждает высокий кредит доверия действующей власти. Я говорю отдельные слова благодарности всем тем клинчанам, которые сделали свой выбор и проголосовали за губернатора Воробьева. За человека, который не просто своей программой, а своими конкретными делами доказал, подтвердил свою любовь к нашему Подмосковью. На втором месте кандидат от Коммунистической партии Константин Черемисов. Показательный результат единого дня голосования в масштабах страны. Перспектива пенсионной реформы, добавила политических очков коммунистам. Не обошлось без популистских заявлений и митингов. Клинчанка Лилия Белова из Альянса Зеленых вышла на третье место и в Клину, и в области. Скорее всего, этому способствовала не столько разыгранная ею экологическая карта, сколько чисто гендерный принцип. Она – единственный кандидат женщина. Следом идет кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, который в нашем округе набрал голосов несколько больше, чем в среднем по области. Менее пяти процентов получил кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин. И, как ни странно, замыкает этот список, наверное, самый медийный из кандидатов – Борис Надеждин от «Партии Роста», местное отделение которой не так давно сформировали в Клину активисты группы «Олексинский карьер». Борис Надеждин прекратил в Клин буквально перед днем тишины, но запрыгнуть в последний вагон не получилось. На встрече всего несколько человек. Я курить начал. Я не курил много лет. Ну, а выборах – тут или бухать, или курить. И ведь закуришь на нервной почве, особенно, когда не в материале местных клинских проблем. В Лобне роддома нет, а из города выехать нельзя. На огромный город, который уже там 100 тысяч, почти там, 4 скорой эпохи. Нормально? У вас, кстати, хватает этажки? Ну вот. Остается разве что анекдоты рассказывать. Анекдот такой. 90-е годы, такой новый русский, золотой цепью, выдвинулся в депутаты. И тем, давайте всю ночь выборов, подсчитали голоса. Он приходит домой такой злой, будет чёщу, будет жену, ставит их. Одна из вас предала меня. Я получил два голоса, один мой. Он легко менял партии. На президентских выборах 2012 года одновременно предложил себя в качестве доверенного лица Путину, Зюганову и Прохорову. А в итоге представлял интересы Миронова. Теперь Борис Надеждин проиграл на губернаторских выборов. И шансов не было. Уловив конъюнктуру, активисты групп Олексинского карьера и по совместительству однопартийцы Надеждина прямо накануне выборов переметнулись к коммунистам. Так что урок усвоен. Например, клинский партийный функционер Игорь Мочилов успел последствовать и в Яблоке, и в СПС, и в Правом деле, и в Партии Роста. А теперь продвигает коммунистический идеал. Это ремарк. А Борис Надеждин собрал наименьшее количество голосов на этих выборах.